ЗТЕ Блэйт В7 Лайт Способ подойдет именно к Лайту Остальных я не пробовал, надо смотреть Так у меня есть на канале плейлист ФРП Гугл Там возможно найдет для себя решение Но лучше как бы до этого не доводить Я сейчас в этом видео покажу хард резет Который приводит к этой ФРП блокировке Гугл Ну сбросил там графический ключ Какие-то мелкие ошибки приложений И следом покажу ФРП разблокировку Гугл Сразу оговорюсь, показывать буду Вот так вот, экранку С помощью чего я видео с экрана записываю Я к сожалению показать не смогу По той причине, что компания Movavia выпустила очередное обновление А как уже у них сложилась нормальная практика И после очередного обновления В программе что-то идет не так И запустить ее нет возможности То есть я пишу видео, а оно потом у меня без звука Вот такая это Но это я отдельно вам запишу видео Отдельно пожалуюсь на них Но это конечно финиш Придется переходить с их не конторы Потому что это вообще не вариант Столько видео загубленных без звука теперь Переписать нет возможности и вам их показать То есть есть ряд аппаратов Самсунговских, на которых потрачено уйму времени А показать вам нельзя Вот вините в этом все в Movavi Зараза они такие За свои деньги должен я еще проверять их не оборудование Значит чтобы попасть в этом аппарате на рекавери Возможно несколько комбинаций Это может быть плюсы питания, минусы питания, плюс-минусы питания Значит зажмем на нем плюс и питание Две клавиши держим пока не загорится экран Кран загорелся, питание бросили А плюс продолжаете держать Внизу горит рекавери мод Чуть-чуть подождем Он у нас включит рекавери мод Внизу чье-то вышло Значит включил само рекавери Если рекавери вдруг не вылезло, а вылез зеленый робот То есть сработала система случайного зажатия клавиши Чтобы попасть дальше вам нужно зажать питание Питание сработает вверх, вверх не сработает Питание зажать и коротко нажать вверх Иногда нижний сенсорный клавиш нужно использовать Опускаетесь вниз до строчки Вайп дата фактори резета Нажимаете вверх Если вверх не сработает, то питание Питание не сработает Сенсорный клавиши Здесь куча строчек нового Одна строчка yes Опускаетесь вниз до строчки yes Делетого визер дата Нажимаете питание Он начинает делать сброс Внизу будет строчка Дата вайп комплит После этого можно как бы Переходить в предыдущее меню Он сам его даже, наверное, у вас перебросит Выбрать Первую строчку ребут системного Я ее выберу сейчас Пусть он у меня включается Значит, о чем нужно оговориться До того, как делать все эти сбросы Все эти прошивки Нужно выйти из учетной записи Google В меню настройки аккаунта Выбираете Google Учетную запись В правом верхнем углу Кнопка с тремя точками Удалить аккаунт Если этого не сделать Работает фрп блокировка Google Которая сейчас у нас сработала Он будет просить старую учетную запись Паролик мне У меня есть на канале Плэйс фрп Google Видео вот это, кстати, туда же попадет Там уже несколько десятков видео С разными аппаратами Возможно, вы там для себя найдете решение Но лучше до этого не доводить И второй момент Это вот этот сброс, который я вам показал Он выбирает лишь мелкие неприятности Мелкие глифы Такие, как графические ключи и так далее Для чего-то более серьезного Нужна прошивка Но прошивка фрп выкрыл в Google Выбираете язык Все настраиваем Сейчас дойдем до окна Где он нас просит Старую учетную запись То есть на устройстве Установлены настройки по умолчанию Он будет писать Так, сейчас я ему поролит Wi-Fi свой дам Чтобы удобно было Забить его Сейчас он подключится к Wi-Fi Там несколько минут он подумает А после этого скажет На устройство Восстановлены настройки по умолчанию Введите ему Старую учетную запись Которую он был привязан Вот он просит На устройство Восстановлены настройки по умолчанию Чтобы продолжить Войдите в аккаунт Итак, сама разблокировка фрп Попробуем руками снять ее Значит Флешка на флешку Из записания АПК-шные файлы Через вот такой кабель Втыкаем Говорит, заменить память Для записи по умолчанию? Да, заменить Смотрим Тут у нас Куча всего Так Нам нужно попасть в настройки Для этого мы Попробуем Телефон Открыть Открылась вот такая Файловая 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 Так, наверное Нас не устроит Наку назад Наверное Не телефон Кошку же надо открывать Зачем я в телефон вообще полез Еще раз Оп Оп Где-то минуту-две он думает Сразу он не включается Нужно дождаться Изменить память Да Нажимаем Так, где флешка-то у нас Флешка И поставить нам нужно файл Сейчас будет Android 6 Google Account Manager Не хочет он его открывать Попробуем открыть Файл Test.dpc Test.dpc Так, ну-ка Настройки Так, долго держим Вот на этот дом Открывается Google Now Пишем ему настройки На стройках Мы идем в пункт Безопасность Ставим галочку На неизвестных источниках Так, надо посмотреть В институте устройства Надо тоже галочку убрать Она здесь не нужна Так, и посмотрим Можно ли сейчас Включить разблокировку Предусмотренную Производителем Об устройстве На номере сборки Семь раз Да, они все это дело Отключили Значит, что мы делаем дальше YouTube Приложение YouTube Приложение YouTube Приложение YouTube Его откроем Настройки По программе Так Сейчас будем вместе подбирать Я точно вот не помню Политика конфиденциальности Google Открыть Хромом Так Всегда Открываем Всегда Продолжаем Спасибо Не надо Строку вставим Я уверен, что есть наверняка И более простые способы Разблокировки Но мы пойдем Длинным Значит Забиваем ему Вот такой сайт Так Рут Я пользуюсь им Вы, если хотите Выбираете свой Так Вот он Файл Можно было не допечатывать Так Ищем что-нибудь По-моему Апс ФРП Апс ФРП Google Аккаунт Менеджер Шестой Обновить Разрешение Разрешить Нет Не переводить Закроем вообще Так Файл Может причинить устройство Соглашаемся Он какой-то вред Может принести Дальше По-моему Меню с тремя точками Загрузки 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 Где-то где у нас Загрузился Открыть Может загрузки Было не идти Загрузки Оп Установить Принять Может был сразу СДПЦ Поставить Но мы пойдем Таким долгим путем Повторяю Возможно Есть способ Легче С понижением С понижением прошивки Еще с чем-то там Ну кому легче А кому сложнее Мне вот например Леневую прошивку Понижать Назад на этот же сайт Возвращаемся И качаем Программу Комсика 524 Соглашаемся Ждем пока он Загрузится Опять нам выдаст Окно Где можно будет Открыть Хотя аппарат На МТК Так открыть Через флоштул Почему-то Разблокировать Не получилось Значит Комсика 524 Установить Дождем Он установится Если просто Скачать ТСДПЦ Полностью Заряжаете Его Он говорит Что хочет Зашифровать Ваше устройство На 100% Зарядили его И он Заменит Вам Вашего Вашего Пользователя А после этого Вы сможете Зайти в параметр Разработчика И поставить Нужные галочки Я сейчас покажу Более долгим путем Пойдем Значит В этом приложении Нас интересуют Аккаунты Аккаунты Google И ищем Приложение Где будет В строчке Написано EDU Login Activity EDU Login Activity Посмотреть Так Нифика Не по правильному Пути Я вас повел Назад Возвращаетесь Качаете С этого сайта Программу ТСДПЦ Попробуем Такую программу Samsung Bypass Google Verify Что-то Соглашаемся Попробуем Открыть Так Установится У нас вообще Нет тут Это просто В настройки Попадает В телефоне Номер сборки 7 раз Давно Не срабатывает Видать Ну-ка Google Аккаунт Менеджер 5 Поставим Поставим Открыть 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 Установить Установить Так Тест ДПЦ Где нам взять Тест ДПЦ Интересно Есть на этом сайте Или нет Какой-то Апекс Лаунчер Открыть Попали на Рабочий Стол Настройки Ну-ка Еще раз Попробуем Так Это настройки С самого Лаунчера Но Немножко Не в них Надо Меню Настройки О телефоне Номер сборки 7 раз Нифика Так Ладно Пойдем тогда По-другому Проводник Приложение У меня На флешке Есть Эти приложения В частности Тест ДПЦ Значит Тест ДПЦ Установить Сейчас мы вытащим флешку ОТГ И поставим телефон в зарядку Потому что он Сможет сделать Только полностью Заряженный аппарат Так Открыть Флешку вытащили Далее Настроить Ок На зарядку И на перерыв На час-полтора Пока он полностью Зарядится Так Зажал я на случайно Что он тут говорит Я принимаю Далее Далее Что это вообще вырезало У нас Что это вообще у нас вырезало Ну-ка То есть меню Тест ДПЦ Далее Такая будет Тест ДПЦ Он уже Говорит, что он создал Ну-ка Попробуем тогда В настройки попасть Ну-ка Аккаунт Закройся Ну-ка Настройки Вниз Опускаемся От телефона Номер сборки Семь раз О У вас осталось Вы стали разработчиком У вас осталось там Какое-то количество попыток Вы стали разработчиком Заходите для разработчиков И ставите галочку Заводская разблокировка Происмотрена производителем Немножко сумбурно Все получилось Пробовал я В режиме так сказать онлайн То есть это неизведанный мной был способ Просто инстинктивно Дальше Восстановление и сброс Сброс настроек Сбросить настройки телефона Стереть все И оставляете его Подумывать на своем поведении На 15 минут После этого включим И посмотрим Как он сбросился Так Язык на нем Где тут русский язык там Ну такой способ Без понижения прошивки Без всяких там прошивок И так далее Тот который я использую Конечно хотелось его прошить Через флоштул Но что-то не получилось Прошлось на него Кучу времени потратить Так, но я Вай-фай вообще давать сейчас не буду Просто ему дали Оп, он дает пропустить То есть уже балкировка снята Вы видите Ну и все Доходите до рабочего стола И пользуйтесь Ставьте лайк под видео Подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте Субтитры сделал DimaTorzok